в сентябре в октябре приехала подружка меня повела ханума обычный вот с донецка по-моему из донецка и луганска по мы сказали наконец луганску разрешили уже в гастроли да то есть уже безопасно было выехать и пол первой их гастроли они были ставрополя потом приехали в краснодар знаете я так смеялась на меня просто глядывали все у меня слезы с глаз от смеха лились мне подруга говорит ну что у меня же стыдно с тобой находиться я говорю ну так это смешно ну реально вот это искусство она они там так играли причем декорации были простейшие вот самые простейшие декорации буквально там найти там что-то нарисовано такое вот и костюмы были не там не особо может богаты но вот игра актеров вот это вот искусство понимаете я такое удовольствие получила понимаешь это мне театр не мхат какой-то не там щукинская какой-то достаточно региональный получается по нашим параметрам театр до луганской этом области допустим это не значит что плохой и конечно нет конечно нет ну там не от вот мхат ничего подобного приехали ребята с луганска игры я получила такое удовольствие я хохотала так зал стоял хлопал мы просто отбили ладошки себе вот настолько вот это вот искусство они вот эти вот голубые балерины там по 300 килограмм которые там прыгают то что вы нельзя я говорю боже это не искусство это пародия какая-то понимаете это же то есть здесь в плане искусства ничего одежда приезжаю в аэропорт на прилик вот как только я прилетела в турцию в турции во первых сразу определяешь кто русский ничего что я занимаю еще время сейчас еще последний момент я сейчас на секунду отключусь да 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 еще поговорим хорошо давайте давайте все Так, все, я, как его, вы хотели, алло. Ага, сейчас, секундочку, я сейчас, так. На чем мы остановились? Ага, насчет, записывайте, да, это вот, третьего, я сказала, что мое впечатление, что я приехала из цивилизованной страны в страну третьего мира, да, началось с аэропорта. Я про аэропорт обратила внимание еще на моем пути туда, что как только вот из Америки, в Америке уже, ну, примелькалось, что люди, это не шутки, люди ходят в пижамах, в каких-то стоптанных тапках, в старых каких-то кроссовках затасканных, ну, такая, с волосами там какими-то непонятными, то есть, ну, как бы уже примелькалось, я уже поняла, что это вот Америки так ходят, и ты воспринимаешь, что все так ходят. Юля, Юль, ну, когда-то в советское время, я вот помню, про это рассказывали, и говорили, что американцы просто настолько расслабленные и свободные люди, что они как бы, ну, не то, что как мы там наряжаемся на показ, человек может быть миллиардером быть и ходить в стоптанных кроссовках, то есть, это был какой-то, как бы, шик, там, лоск, высота натуры, понимаете. Так, ладно, если бы это там, допустим, мы только на показ ходим, да, а это на самом деле, это идет от первое, это действительно, то есть, как пошло, у нас как бы культура продолжает, мы стремимся к более высокому уровню, а у них такое впечатление, что все пошли к этим афроамериканцам, да, то есть, афроамериканцы стали ходить со штанами спущенными ниже трусов, и ты идешь и наблюдаешь его всю задницу с трусами, и как бы вот вся культура, она такое впечатление, что она туда вот стремится. Они вверх, идет деградация, включая в одежде, да, и как бы это становится более, почему в России это не произошло? Люди же не то, что на показ, но они хотя бы в чистой, красивой одежде, если это кроссовки, это красивые кроссовки, если это шорты, майка, ну, красивая, симпатичная, чистая, тут такое впечатление, что кожа застиранная, перестиранная, то есть, вообще, на такое вот отношение к себе наплевательское, не то, что там, что обо мне другие подумают, а это же к тебе, к самому лично, такое относительно, ну, такое же наплевательское отношение. И вот я тогда приехала в аэропорт, уже был октябрь, и, видимо, в России кто летел, они были одеты уже в теплые вещи. Вот разница, да, такое море, значит, людей, аэропорт Стамбула очень сильно заполнен людьми, потому что мы все сейчас же летаем за границу через Турцию, аэропорт заполнен нереально. И вот это море людей, мы стоим все, значит, в огромных, огромных рядами, там, пять, шесть, семь, вот, восемь таких вот линий, когда мы должны пройти через таможню, да, и вот ты только раз выхватываешь такие вот пятна, да, светлые. Например, стоит, пару парней стоят, высокие парни, хорошо подстриженные, светлые волосы и такие длинные пальто на ним, понимаете, такое длинное шерстяное пальто, все остальные, и тут стоит рядом американец с огромным пузом, в обтянутой майке, вот такой какой-то, с какой-то кепкой старой, в стоптанных каких-то кроссовках, и наши просто красавцы-мужчины. Не только девчонки, а просто, вот эти прям вот это вот выхват, и сразу можно, не слыша язык, ты понимаешь, что это русский, понимаете, русских сейчас видно, на втором месте будут китайцы. То есть еще если увидеть, что кто-то хорошо одет, ну так, модно, стильно, и просто чисто, вот просто чисто хотя бы одет, в чистую одежду, это будут еще на втором китайце, но наших видно за километр. Наши очень старые, девчонки просто красотки, у многих очень длинные волосы, красиво у всех волосы эти, или хотя бы эти волосы чистые, понимаете, не то, что там стоит передо мной американка, она в перхоти вся такая, вот это вот такое, и также по приезду сюда, то есть я уже в аэропорту, и обратно, когда я прилетела, то же самое, видно, наша группа, которая с самолета вышла, мы сразу отличаемся от той группы, мы попадаем в это болото, ну там, соответственно, много арабок, которые не в своем-то, одеты там в паранжу и так далее, это понятно, но тут же ты видишь эту вот реку американцев, которые одеты просто, ну ниже уровня плинтуса, то есть настолько вот неопрятно, вот неряшливо, вот это вот, не надо быть одет модно, но ты одеть, будь одет, ты опрятно, у них этого нет, и вот это вот уход за собой, то есть вот эти грязные засаленные волосы, ладно, одежда, одень обычные там какие-то кроссовки, пусть они даже старые, пусть старая футболка, но волосы, ну пусть они будут хотя бы в порядке или уложены, что девчонки в каких-то масляных там волосах распущены, что мужики вот в таком же, а наши просто орлы, стоят наши парни, ну сразу видно, что это русские, вот понимаете, такого не было же раньше, а сейчас это настолько стало очевидно, и вот, значит, отделились мы, я пошла на посадку на Даллас, то есть мы отделились в место, где, значит, уже американцы там сидят, вот, ну там летели туда и турки кое-какие летели, ну а в основном было там процентов 80 американцев, ну может они там туристы были или кто, летели в Америку, и вот тут я вот это уже увидела, то есть там какие-то группа черных летела, они были одеты просто ужасно, на босу ногу какие-то, прям на босу ногу какие-то, типа калоши, что-то, я даже не знаю, что-то, я, вы знаете, я вытащила камеру, я прям сняла, я говорю, такого я еще не видела, чтобы вы так в самолете настолько, вот, как вы действительно вышли в мусор вынести, в каких-то, ну буквально резиновых каких-то калошах они были одеты, типа, ну кроки, не кроки, но на босу ногу, вы же в аэропорту находитесь, грязные какие-то спортивные костюмы на них, один был еще в маске, ну в общем такие неопрятные, и вот эта группа вот этих вот черных, ужасно одетых, и такие же девчонки, но уже там либо очень толстые, либо вот, и сразу наших я определила, и девочка стоит в таком симпатичном костюме спортивном, я подошла, Светлая, оказывается, она замуж вышла тоже за нашего русского иммигранта, и она летела, она была два месяца, по-моему, в Воронеже, она сказала, и она говорит, да, я, говорит, тоже лечу в Даллас, вышла замуж недавно, вот два месяца была в России, и она, говорит, и она, кстати, в Даллас, я говорю, почему в Даллас, она говорит, муж жил в Нью-Йорке, этот иммигрант, и в Нью-Йорке уже жить невозможно, и она, говорит, вот мы переехали в Даллас, я говорю, как вам, Даллас, она, говорит, вообще делать нечего, культуры никакой, ну, по крайней мере, лучше, чем в Нью-Йорке, потому что Нью-Йорк вообще просто уже загибается, то есть там уже преступность настолько высока, она, говорит, там уже страшно находиться, вот перебрались сюда, вот, ну, они сразу кучковаться с русскоязычными, она начала меня звать на какую-то игру, там какая-то игра, головоломка, давайте приходите, будем там играть, я говорю, ну, понятно, что заняться, видно, больше вообще нечем, как русским сбиться в кучку, чтобы поиграть какие-то головоломки, но мы с ней обменялись телефонами, созвонимся, встретимся еще на кофе, пока я буду тут, вот такие первые впечатления. Мне, знаете, еще интересно впечатление американцев, которые из России летят, ведь есть же такие, которые, допустим, не сталкивались с такими? Ну, да, мне не удалось, ну, по крайней мере, может, он и был там американец какой-нибудь, но они там очень тихо себя вели, соответственно, я же не могу каждого подходить спрашивать, Ну, понятно, нет, 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 это само впечатление, да. Хотя я думаю, мы же из Сочи, мы же из Сочи летели, я думаю, если бы те летели, которые, о, что-то напрягает. Ну, нормально уже все. Нормально, наладилось, да? Как они, выражение сейчас все хорошо, да. А, то это самое, если бы они летели из Москвы, наверное, там было бы больше американцев, а я летела же из Сочи, то есть из Сочи, соответственно, это больше тех вот наших южных, а на югах у нас меньше, то есть я поняла, есть, я слежу за несколькими блогерами, даже знакома уже с несколькими блогерами американскими, которые американцы, американцы, они переехали в Россию жить, но в основном у них жены русские, они вот переехали, да, и я уже с одним даже разговором проводила, интервью, они там строят американскую деревню, то есть он там, Тим Кирби, у меня 4 видео с ним по поводу этой американской деревни, но на английском языке, я думаю, может, наши мои подписчики не смотрели, потому что на английском, я хочу даже перевести вот на русский. Я не смотрел, мне интересно, между прочим, что он говорит. Ага, ну, наверное, я тогда озвучу, просто, наверное, эти видео переозвучу через искусственный интеллект на русский. Ну, на что он говорит, вот расскажите подробнее. Ну, вот он говорит о том, что у меня была длинная с ним прям беседа, мы could not connect to your selected camera. Что-то случилось, у меня камеру не хочет. Ну, потерялась, да, камера? Я вижу, что зависло изображение. Что-то он мне говорит. А, вот, все появилось, да? А, теперь ЦРУ подключается. Не говорите. Я же ничего не трогаю, ничего не классаю. Вы произнесли Тим Кирби и все, и сразу. Ага, вот Тим Кирби, у него тоже жена, значит, русская, и он говорит, у него какие-то есть корни там отдаленные. Но он вырос в Америке, ну, бабушка была какая-то русскоязычная. Но уехал он, соответственно, из-за экономических составляющих. То есть, хотя он служил, по-моему, в армии американской. В общем, он разочаровался. Это тот парень молодой, который женился на какой-то там модели, да, нашей? Нет, 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 не он. Тот Джексон Хинкс. И он просто политик. Тим Кирби просто знакомый очень ними, я его слышал. У него, вы, наверное, слышали, он там что-то умудрился с Московской областью, где-то там даже ходил к ним, выступал на каком-то там заседании. Может быть, а, в газетах было про это. Это было потом в газетах, что строится американская деревня. Ее даже освещали. Он там вроде договорился, что американцы, которые смогут там купить дом, заплатить деньги за строительство этого дома, то им будут какие-то льготы по документам. Потому что надо же русский язык, чтобы получить сейчас вид на жительство, там даже через жену, даже если у них жена. А если семья едет, что нет жены русской, а они оба американцы, а сейчас такие есть желающие переехать, то там, значит, надо там и русский язык сдавать, экзамен, и много каких-то там препон. И он вроде договорился с Московской областью, что если они вложат большую сумму покупку земли, там где-то возле Истры, по-моему, я плохо знаю, и за наличные купят они, значит, этот участок и будут строить дома, то им поблажки будут по получению этого вид на жительство. Проще дадут им. Потому что вот они будут как вот такая вот какая-то групповая, групповой такой переезд. И он ведет этот проект по поводу этой американской деревни. Вот и желающих много. Я захожу на его стримы, я в его группе, значит, в чате нахожусь. И очень много американцев, которые прямо конкретно настроены, несмотря на то, что СВО, но они говорят, мы уже все, мы... То есть, как мой сын сказал, экзидес. Экзидес – это когда исход, да, начался, говорят, исход начался из Америки. То есть мы привыкли, что с Европы исходят, да, то есть там уже немцы побежали назад, это привычно. Про Америку-то, понимаете, до сих пор большинство-то людей считают, что тут этот город на холме, демократия и так далее. Но это американцы-американцы, то есть и жена-американка, и он, муж-американец. И они уже конкретно у него запрашивают информацию, сколько будет стоить переезд, сколько будет... Как деньги перевезти, как... В общем, они у него на стримах, очень много людей, у него есть опция звонить, можно звонить напрямую. Ну, это на английском все происходит, ну, для меня же прекрасно, я могу все понимать. И я смотрю, то есть реально большой поток интересантов, которые заинтересованы уже вложиться и купить участки, строить дома и переехать на совсем в Россию от американцев. Вот, и он, ну, в принципе, говорит то же самое, что я говорю. Единственное, что у меня был с ним спор, может быть, будет интересно в этом видео, когда я переведу на русский язык, про русскую душу. Он, когда говорит с американцами, они любят спрашивать его, а как русские от нас отличаются, а что там с русским. Он говорит, вот у них есть такая вот фантазия про какую-то русскую душу. И, говорит, я не вижу никакого, почему они считают, что это русская душа чем-то отличается от американской души, я не вижу в этом никакого смысла, это у них какая-то фантазия. Они все оправдывают русской душой, то есть какая... Особенно все проигрыши свои. Вот он говорит, они, значит, особенно там все проигрыши, значит, русской душой оправдывают. И вот я еще за что с ним поссорилась, ну, не поссорилась, а поспорила, мы с ним в хороших отношениях, за вот эту холодную войну. Он говорит, они не хотят признать, что они, значит, проиграли в холодной войне, что был проигрыш, и они проиграли. Они не хотят этого признать, им надо просто признать. И я ему сказала, что... Да что ж такое? Не хочет он меня... Опять у меня дернулась камера. Почему? Ну, у меня зависло ваше изображение, но я вас слышу. Угу. Ну, если будет висеть ничего, главное, чтобы... Ничего, ничего, ничего. Хотя бы... Смотрите, то есть они должны признать, вы на этом остановились. Да, они должны признать, что... Мол, они потерпели... Проиграли. Проиграли, да. Они должны признать, что они проиграли. Я, наверное, вот эту камеру вытащу, оставлю другую. А с какой стати мы должны это признать? Вот с какой... Я ему это и сказала. Почему мы именно должны признать? Значит, он говорит, что... Ну, вы, они же проиграли в холодной войне, это все знают. Нет. Почему русские не хотят признать, что они проиграли? Я ему начала объяснять, я говорю, вы нас не заставите это признать, по той простой причине, что... Мы так не думаем. А он говорит, а почему, ну, мы же все же знают, что вы проиграли. Я говорю, потому что, когда нас обманули, мы не считаем, что это был наш проигрыш, а нас обманули. Это был подкуп, вы там подкупили там элиты, вы вложили бабки, и Виктория Нуланд это подтвердила, что это было... Они прикинулись друзьями. Для народа... Прикинулись друзьями. Говорили, что мы вольемся, да, мы вольемся, давайте выводите там свои войска, мы теперь будем одни большой, большой семьей будем. Будем строить мир. Да. Я это все ему объяснила. Я говорю, и обман, когда нас обманом, значит, победили, нас обманом получается. Я говорю, мы не признаем это поражением. Мы, русские, признаем поражение только на поле боя. На поле боя вы нас не победили никаким образом. Вы нас обманули. Обман, мы не считаем... Мы не считаем обман как победа. Вот. И вот это место я ему объяснила. Потому что, я говорю, я слышу, ты постоянно рассказываешь вот такие сказки, значит, американцам, что это русские там не признают а на самом деле грудь всего-навсего это в чем вся проблема в том что значит такая вот ситуация ну ты помирился с человеком вы пожали руки доска все забыли старые все жмем руки работаем дружим а он у тебя вытащил кошелек и завел наконец-то я победил это еще пообеда что конечно нет конечно нет и да да сет это я ему объяснила игры вы можете рассказывать это американцам но я и он говорит что я-то россию уже хорошо знаю я говорю вот вот разница вы может быть давно женаты на русской ты можешь жить давно в россии но разница между быть русским и жить давно в россии разница в том что ты все равно наш менталитет до конца не понимаешь и тебе иногда может быть стоит ну на эту тему вообще но не говорить и сказать что я может не знаю от это а он это воспринимает вот это они не хотят признать а мы-то победили а мы-то то вот это я сразу мне настолько это не понравилось я сразу хочу вам сказать что не надо нас это самое подлавливать на вот это а вот эта русская душа я говорю это вообще другая тема и очевидно что тоже ты значит не понимаешь истоки этого значит вот этой русской души и вот это два мифа которые русские не хотят признать и они и это он говорит на каждом стриме американцам что вы старайтесь не затрагивать эту тему это для них больная тема они не хотят признать что они проиграли и они не рассказывают постоянно про какую-то русскую душу вот вам разница между американцами и русскими которые они никак не могут они не дано во первых цыплят по осени считают это первое мы еще посмотрим кто проиграл на самом деле в холодной войне это первое второе в холодной войне выигрывает тот кто первым начинает изменяться потому что это война идеологии и мы первые признали свои ошибки и стали меняться и вот теперь мы видим результаты вот результат они развертка наших изменений да и развертка того что америка не поменялась она не стала меняться она решила что она победила только потому что мы сказали что мы будем меняться я считаю нет холодной войне это война идеологии выиграет тот кто первый отказывается от своих ошибок от своих заблуждений и начинает искать выход есть уж эта война идеологии еще раз говорю но федор вы не забудьте еще тот момент который я с вами обсуждаю еще самый полна сама нашего первого интервью и я пыталась это донести до евгения царевича мы с ним тоже пару интервью было он просто не он не воспринимают я пытаюсь доказать что но он как какой бы ни был американец он плохой американец вот это его позиция то есть он дать не все равно республиканцы не суббеканцы либералы бы все одинаковые вы все несете нам значит вот негатив я пыталась донести зная американцев изнутри да как бы семьи из окружения то есть никак бабичев как они как вот эти мигранты которые приехали живут своей вот этой еврейской комьюнити они не знают настоящих американцев они говорят я американец они понятия не имеют что такой настоящий консерватив настоящие американцы это те которые сейчас начали бежать в россию которые сказали нам российские ценности вот более важны нам российская идеология ближе нам путин больше нравится нам нравится политика россии нам нравятся люди россии они против украины не против помощи украины они пророссийские в этой вот в этом конфликте таких очень много людей и и все ценности наши они им близки они слушают путина открыв рот и они его раскидывают по цитатам разбирают его и говорят что тот случай когда президент якобы враждебной страны больше больше смысла говорит чем наши собственные лидеры понимаете и я хочу что хочу сказать что америку тоже разваливать понимаете америку саму разваливать тут идет самой америке борьба против адекватными нормальными американцы которые бы прекрасно бы жили с русскими прекрасно бы торговали ездили бы друг другу у них одинаковые ценности они про христианские они против вот это все лгбт их них их давят их точно так же давят против них идет внутри такая же война вот как те которые вышли на демонстрацию 6 января какой против них устроили травлю как их заблокировали все их счета как их посадили в тюрьмы как их вот у меня я рассказала у меня знакомая здесь которая случайно оказалась на этой демонстрации я помню говорила ли я вам может быть я в другом каком-то интервью говорила ли кому-то она дед по недвижимости очень успешная была продавала очень дорогие там ну у нее были клиенты которые продавали миллиона миллионные дома и один из перед этим митингом на 6 января один из клиентов которые есть частный самолет в техасе которому нам продала там за 5 миллионов дом какой-то он говорит мы летим туда поддержать трампа хочешь с нами у нас есть место самолете в частном она полетела просто за компанию но она конечно про трамп про трампистка но она никакого отношения не имела вообще никаким политическим там движением ничего она туда попалась вот такая яркая блондинка была в шапке трамповской и и камера там засекла и и передали фбр она говорит ночью пришли взломали дверь вы были сапогами двери руки за спину на у наручники забрали документы деньги что у нее все было пришлось и и в общем итоге саги посадили наш many since hell она просидела как она не судилась как она не италии за то что она просто попалась на камеру что она там была просто на этом онадет я даже вообще и не такая уж там про там писка была где в белом доме нет это не было она не не зашла во внутрь и она была снаружи но и он снаружи камера усекла что он там была и в шапке шапки трампов за кожи шапки как если сижу она бывает на этих, ну, в рулетке, я сижу, у меня шапка такая вот Трамп, она была в такой же точно шапке Трамп. Все, ты была в шапке Трамп, тебя камера засекла, что ты была возле, она внутренне попала, она была возле, но ее увидела камера, ее посадили. Как она не отбивалась, и она адвокатов нанимала, и к губернатору Техас обращалась, ее там затравили вот эти все либералы, ее аккаунты затравили, ее забанили везде в Фейсбуке, везде просто затравили ее, забанили везде, и в итоге 6 месяцев она все равно отсидела. И она поменяла имя на другого человека. А я хотела смотреть, перед тем, как я сняли квартиру сыну, мы хотели, думали, может, купить ему квартиру, не снимать, а купить. И я ходила, смотрела перед отъездом. И я вот, она оказалась, имя поменено, все, я даже ее не узнала сразу. Потом я говорю, лицо такое какое-то у вас знакомое, такое впечатление, что я вас видела. Она говорит, я вот это вот, Джена, Джена, по-моему, Робертс, или как-то так ее зовут. А, я говорю, это тот, который скандал был, что вот с Трампом посадили. Она говорит, да. Я говорю, так имя другое. Она говорит, пришлось имя поменять, потому что, говорит, меня так затравили, я не могу делать свою работу как агент по недвижимости, потому что меня узнают по имени, и на меня сразу, ну, атака идет. Пришлось поменять имя, я, говорит, а по другим именем работаю сейчас. Вот демократия вам. То есть я говорю, что травят не просто, не только война идет с Россией, да, у них идет внутреннее, им надо вообще затравить всех вот этих нормальных, адекватных американцев. Я это пыталась вот донести до Евгения, он не хочет слышать, до Царевича. Он говорит, для нас нет разницы. И такие американцы для нас враги, и всякие американцы. Нам все равно, какие американцы, они все плохие. Вот так. Это неправда. Я разговаривал, у меня был собеседник из Америки тоже, армянину, которая сестра в Липецке живет. Ну, он как бы в России, да, много прожил, учился. Вот. Не помню его, как живут, как зовут. К сожалению, он пропал. Но Мизват такой очень интересный был собеседник. И он немного рассказывал про американцев. Он жил в каком-то горном штате, вот где живут эти роднеки, пахари, которые работают, там лес свалят, машины ремонтируют. Ну, такой именно консервативный штат. Он говорит, что это, говорит, очень работящие, простые, хорошие люди, ничем вообще не отличаются от наших, там где-нибудь в Вологде, в Воронеже крестьян. Ну, отличные, говорит, люди, отличные. И, говорит, с ними легко найти очень язык. Юмор, говорит, у них свой такой. И к чему я это говорю? На самом деле то, что сейчас происходит, вот вы рассказываете, да, мы еще даже не осознаем глубины всех этих процессов. И меня насторожил фильм, на который я недавно сходил, «Падение империи». А вы посмотрели, да? Да, я его посмотрел. Этот фильм на меня произвел вот реально сильное впечатление, очень сильное. Там виден характер американцев, показано, что такое гражданская война, когда каждый отстаивает свои ценности, порой даже местечковые, да, ценности вот своего. Ну, валится государство, валится общество, нет власти, и ты сам себе власть. Просто ты сам себе власть. Вот у тебя есть заправка, хутор, четыре дома, да, оружие у тебя есть, у американцев есть оружие. И ты власть в этом месте, и ты можешь стрелять, убивать. Поймали двух мародеров. Говорят, вот мародеры, повесили за руки, избили, повесили. Они двое суток лежат, истекают кровью. Подвели журналистку, сказали, вот это мародеры, вот мы не знаем, что с ними делать. Убить их или не убить, или отпустить. А мародер висит, говорит, у меня дети, у него глаз вывалился. Ну, надо видеть, мне не описать этот фильм. Ну, я видела трейлер, но ждала, когда приеду сюда посмотреть тут, хотела взять сына, с сыном сходите с мужа. Посмотрите обязательно. Ну, хотя отзывов много негативных. Многие люди, наверное, не поняли, о чем вообще речь, и много негативных отзывов. А с американской стороны, да? И у нас много негативных отзывов, что типа ни о чем. Кто-то куда-то едет, ни сюжета, ничего, разваленный, раздробленный сюжет. Фильм не о сюжете. Фильм о людях, о характерах. О характерах. О том, что такое гражданская война, что такое, к чему может привести падение Америки. Понимаете? И вот как в гражданской войне нет никакого сюжета. Вообще его нет. Вот так и в этом фильме нет. Это бардак. Каждый сам за себя. Есть какие-то группы, которые какие-то идеи выдвигают. Но эти идеи существуют только потому, что должна быть идея. Надо вокруг чего-то объединиться. Ну вот к этому и идет. И страну реально расшатывают. И реально просто сталкивают две вот эти противоположные группы друг против друга. Может не получается у них так быстро, как им хотелось бы. Им пока еще не надо. У них еще долг этот, который они не собираются отдавать, он еще не дошел до такого уровня, когда инфляция понялась, как полетела, как в Африке. Сейчас он по экспоненте начал расти уже этот долг, уже по триллиону платит, я не помню, в месяц или в год, только на проценты платит. В год триллион, так в день уже где-то 50 миллионов в день печатается. В день 50 миллионов. А он полетел по экспоненте, скоро он будет еще больше. Этот долг. И надо эти деньги будет печатать, вливать. И настанет такой момент, когда нельзя это будет отдать. И вот форс-мажор гражданской войны. Ну, очень многие здесь это понимают, очень многие об этом говорят. И когда потом вот эти наши евреи уехавшие начинают кричать, что ты ненавидишь Америку, ты ее поливаешь. Вот она какая уехала, поливает Америку. Я именно что про американцев, которые нормальные, классические, обычные, консервативные американцы. Я их понимаю, мне их жалко, потому что я их вижу, они такие же, как и мы, у них такие же точно ценности, вообще разницы нет. Но есть вот эти вот элиты, которые именно уничтожают их. Они пытаются у них уже забрать из школы. В школы понасадили уже ЛГБТ-учителей, которые детей этих травят уже вот от самого рождения. Эти уже люди, они уже в леса ушли, понакупали в лесах уже, в горах понакупали участки, разводят своих коз, коров и всего. И дома учат детей. Понимаете, дошло до того, что люди уже по горам начали расходиться. Чтобы уйти с этого гниющего общества. Просто некоторые не понимают, что вообще в стране творятся. Вот эти вот, которые сидят по еврейским программам, они вообще не выходили за пределы своего вот этого кружка. А есть люди, наверное, как я, которые еще дальше смотрят. То есть я вижу, что настолько глубоко эта гниль зашла, что я вижу, что уже обратной дороги нет. У них еще надежда на Трампа, понимаете. Я на них смотрю, думаю, люди не понимают, как глубоко эта зараза проникла. Уже Трамп не поможет. И ни Трамп, ни кто бы, кто сейчас придет, уже все, это колесо запущено так глубоко. Это взлом мировоззрения. Это уничтожение религии и взлом мировоззрения, которое создавало эту цивилизацию. То есть если взломать и уничтожить это мировоззрение, ты можешь людям чего угодно насадить, и они будут служить тебе. Ну, как в начале мы разговора говорили. Или ты служишь мне и полезен, или тебя надо уничтожить, ты мешаешь. Они уже ходят на площади, жгут американские флаги. Сами, сами эти вот американцы. Они в голову вбили, что сама Америка плохая. Знакомыщие-то. Да-да-да. И они ходят уже, свои собственные флаги жгут. Ну, тут вот эта вот либеральная прослойка, ее много. Сохранить это общество нельзя, потому что детей с детского сада уже приучают к этой разлагающей идеологии. Христианство плохо. В церквях давайте геев уже венчать будем в церквях. И уже венчают геев в церквях. Понимаете? То есть они уже людей от церкви отвращают. Люди уже не хотят в церковь ходить. Зачем мне идти в церковь, когда там геев венчают. И уже каждая церковь до этого дошла. Раз полный, полный яд, такой яд развращения идет по всем каналам, по всем направлениям. Если семья, это только должен быть черный, с кучей черных детей, и это белая там женщина должна быть. Либо это два гея, и у них ребенок. Вся администрация Байдена, она вся основана на том, что это первая лесбиянка, пресс-секретарь, этот первый трансгендер, министр этой атомной энергетики, это первая там, министр здравоохранения, вот этот мужик, первый трансгендер, который, он был мужиком, стал женщиной, да. В армии бесплатно за счет армии делают операции по смене пола. И у них в армии проходят, вот вы поступили в армию, вы офицер, закончили. Заканчивайте военную школу, да, самое известное, это Вестпоинт. В Вестпоинте сейчас целый курс, как, значит, быть толерантным. И что это основа нашей идеологии, быть толерантным. Понимаете, то есть развращение по всем каналам, от армии, школы. Не ко всем они толерантны, у них избирательная толерантность. Да, 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 да. То есть разврат и толерантность вот этим, которым мы не считаем вообще нормальными людьми, понимаете. А к нормальным людям... Кого-то затравит, так что ими меняют. А к христианам, консервативным, никакой толерантности. Вот и все. Деньги помогать украинцам или там еще кому-то, Израилям, миллионы давать. А платить будет американец обычный, который с детьми, который ходит в цирк, вот он будет платить. В общем, понимаете, я не вижу перспектив в этой стране, к сожалению, никаких. Мне жалко этих американцев, которые... Они, вот я смотрю видео этих вот ребят, которые уже в горах там сидят с детьми, с женой сидят в горах, и они смотрят, они говорят, выход до общения, давайте объединяться, группы. У них же на выходных они объединяются, в ближайших вот этих тоже, кто в горах, они сидят, они объединяются, говорят, как мы будем обороняться, за нами придут. Понимаете, вот о чем говорят настоящие американцы. А эти, которые евреи, сидят там в своей комьюнити, они понятия не имеют. Они не смотрят эти каналы, они не подписаны на этих ребят, которые поуходили уже в горы. И тогда сколько надо довести людей? Ну, им это и не насаждает, наверное, в такой форме, в жесткой. Потому что, еще раз говорю, если во всех государствах религии основные сейчас размывают и уничтожают, в развитых, просто вот взламывают это мировоззрение народа, которым на религии построено, то в Израиле, наоборот, там количество хазитов, вообще религиозных евреев растет. И государство им платит, они не работают, они только молятся, живут религиозной жизнью и не работают. Ну, вы знаете же, да, почему они так делают? Потому что они не признают государство Израиля. Они же сказали, Машех еще не пришел, и это не то государство, которое... Тем не менее, государство Израиля им оплачивает. Все оплачивает. Да, они там возмущаются, возмущаются, но те свое. Хараван идет, собака лает. Нет, это Машех наш не пришел, это не то государство Израиля, оно должно быть разрушено. А чтобы разрушить его, надо, чтобы все евреи со всего мира перешли в какое-то другое место, в которое они мечтают, что это будет Хазария какая-то на территории Украины. А для этого должны другие страны быть разрушены. Надо разрушить Америку в том числе, чтобы евреи с Америки, им тут не жилось хорошо, чтобы они тоже убежали куда-то в Хазарию. В общем, у них там такие какие-то фантазии, если так разбираться с такими вот этими еврейскими уверованиями, что просто нормальный человек с ума сойдет, просто осознавая то, что они там себе накрутили в голове. Меня волнует не столько то, что они накрутили, сколько то, что накрутили мы сами вот у нас, вот наши атеисты. Я сколько раз людям говорил, вот они говорят, ну а зачем мне Бог, у меня совесть есть. Я говорю, а надолго ли твоей совести хватит? Вообще, совесть такая гибкая штука, когда Бога нет, что сегодня совесть одна, а завтра совесть другая. Вот еще 30 лет назад совесть не позволяла людям быть педофилами, а сегодня уже позволяет в Америке и в Европе. Уже говорят, что это нормально, это право детей. Эй, совесть очень гибкая штука. Если религия, религия, она эту совесть, скажем так, не ограничивает какими-то моральными запретами, да, нравственными, то с вашей совестью пиар-менеджеры могут сделать что угодно за очень короткое время. Опять же говорю, посмотрите на Америку. Поэтому религию, церковь надо не просто беречь, надо закон Божий, закон Божий преподавать в школах. Опять говорю, атеисты возмутятся, но они возмутятся, потому что не понимают, о чем речь, насколько это важно. Насколько важно для сохранения народа иметь вот эти устои, это мировоззрение, которое сформировало наше государство. Потому что разрушите вы это мировоззрение, нет вашего народа, и ваших детей, атеисты, будет кто-нибудь убивать, не успеете оглянуться. В кровопролитной войне нет. Это сто процентов так. Тут я вам вставлю вот такой момент, а вы скажите, что вы думаете про это. Я все понимаю про религию, а смотрите, что происходит с католиками. Они взяли, сказали, что геям можно теперь венчаться, это нормально. Разрешили венчание гееву не в церкви, в католической. Мало того, насколько я слышала, я думаю, что так оно и есть. Они же убрали этот параграф из Библии, перепечатали Библию. Сейчас новые тиражи Библии вышли, что уже нет того, что Содом и Гамора, там гамососовисты были, это уже удалили этот параграф. То есть они уже, можно эту совесть и под религию, религию оправдать, вот это отсутствие совести, религиозную базу подтащили. Так это не религия, это суррогат уже. Это уже суррогат, понимаете, это фальшивка. Вот о чем я говорю. Почему важно хранить то, что вот от Иисуса идет в нашу православную церковь? Кого же я смотрел недавно, сказал, что когда помаза не идет английских, королей, да? Вот там же целый обряд коронаций, мажут их мирой, там все части тела, одежду. А миру-то кто варит? Православные священники наши в Иерусалиме, на Афоне. Они мира варят, вот это. То есть так же, как этот огонь, который загорается на Пасху, неопаляемый, вот он загорается сам. С нисходящей, да? Да, да, с нисходящей переносит, передает. Там есть люди, у которых он в руках загорается. Вот наши паломники были, и он загорался не там внутри, в алтаре, а у ожидающих прямо на руках начинал гореть. То есть были такие факты. И к чему я это говорю? Что это настолько важно, настолько важно это хранить, это мировоззрение. Вы вот про Европу, про католиков сказали, что это всё вычистили и делают другую религию, уничтожают это мировоззрение католическое, религиозное. Так и Европу уничтожают. Вы смотрите, её грабят уже в открытую. Грабят. Просто вывозят производство, запрещают торговать. То есть они утратили полностью свою субъектность. Европу, я не знаю, завтра на войну погонят с нами, просто фарш их будут превращать. И они пойдут, потому что они никто и ничто. Во что они превратились? А почему они превратились в это? Потому что стержень, который держит народный дух, у них сломали и выдернули, заменив фальшивым. На Украине что происходит? Вот что происходит на Украине? Украине дали другой фальшивный, фальшивый стержень. То есть бандеритов объявили истинными украинцами, а истинную Украину и украинцев, которые её выстроили, которые воевали за неё, которые частью нашей цивилизации, объявили врагами, москалями. Бандеру предателя объявили тем, кто за свободу Украины воевал. А людей, предки которых воевали тысячелетия за эту землю, за эту свободу, за это мировоззрение, за православие, объявили врагами и сносят, собираются сносить скульптуру Архангела Михаила в Киеве. Архангела. Не лавру отнимают, это недвижимость, собственно говоря. Вот, не церковь свою пытаются навязать, чтобы там управлять. Это ещё можно понять. Архангел чем? Чем православному городу и православной церкви помешал Архангел? Не москальский. Это Архангел. Это всё равно, что Иисуса снести. Понимаете? Вот в католической стране. Или в Рио-де-Жанейро, да, вот, допустим, стоит он. Это статуя. Снести его. Чем это можно объяснить? Ничем. Это пришла лже-лже Украина, ложная, фальшивая. Бандериты. Объявили себя гордым, работящим народом, который освобождает Украину от кого? От украинцев, которые её построили. И все 30 лет уничтожает, разворовывает то, что было построено. Гровит, людей убивает. И все это принимают и говорят, это хорошо. Надо заканчивать, а то опять у меня ничего не сохранится. Час 38, говорим. Ну, в итоге просто, Фёдор, знаете, что скажется, что... А кто, а кому это надо разваливать? Какое-то необычное. Что эти, ну, украиноязычные вот эти всякие в рулетке. Что опять скажете, что Америка на вас нападает? Что опять скажете, что это Америка хочет там вас развалить? Да на Америку нападают, на Европу нападают, на нас нападают. Глаза-то откройте. И мы опять приходим к тому, что кто эти силы, которые... То есть это не просто Америка, Америку-то тоже разваливают. Я же вам говорила, что американцы, они сами в рабстве, они такие же колонии, как и все остальные. То есть деньги печатаются, а американцы, Паш, налоги выплачивают за эти напечатанные с воздуха денег. И уже наши американцы говорят, зачем мы... Так и в Израиле, Паш. Вот поверьте, вот так... Зачем мы работаем, если деньги можно просто напечатать? Зачем надо платить налоги и работать, если вы их просто печатаете? Для чего нам платить налоги вообще? В Израиле, в Израиле, вот эта Алия, которая вот приехала со всего мира, да, им билеты оплачивали, переезд, они уже 10 раз все это отдали. При ценах Израиля, как я вот поговорил с людьми, сколько стоят автомобили, сколько стоят квартиры, где не надо на метр фундамент заливать, и стены вот такие вот, потому что там жара, там тепло. Там сумасшедшие цены, сумасшедшие цены на все. Там машины стоят дороже, чем вообще в любой точке Европы, Средиземноморья и Америки. То же самое квартиры, недвижимость сумасшедшая. Пашут они с утра до вечера. Налоги огромные, огромные налоги. Люди крутятся, как белки в колесе. Они эту Илью сто раз уже отдали, сто раз уже оплатили, сто раз. И не работают там только хасиды. Они рожают там по пять, по десять детей, ходят в этих шляпах, ни полицию, никого в кварталы не пускают, забрасывают камнями. И не работают, им платят всем пособие. Ну и в итоге, знаешь, что скажут. А кто ж тогда вас всех вот это хочет развалить? А кто ж это такие, которые и Америку, и Израиль, и Россию, и все. Мы опять приходим к нашему самому первому разговору, когда мы с вами говорили про эту черную аристократию, про эти элиты и так далее. То есть надо понимать, что это не Байден сам по себе там пытается развалить. Байден просто пешка, которого... Ну каждый идиот знает, что он ничего не решает. Так же, как и Зеленский. Зеленский не сам придумал, а я вот буду это, а я вот буду то. Ему, наверное, там с утра уже позвонят и говорят, так, вот у тебя по плану сегодня вот это вот дернешься. У него охрана там вся англоязычная стоит. Просто тут случайно споткнулся, упал и все, и не встал. Так же и Байдена там. На Байдена там черная папочка, на его сыночка стоит. Ну то есть есть выше них всех правительств стоят. Куда мы приходим? Кто это? Швабы? Или это черные эти аристократы? Или это еврейские эти элиты? Или кто это? Я их называю сатанисты. Я их называю сатанисты. Я не знаю, кто они. Вот честно говорю, я не знаю, кто они. Но я совершенно убежден, что сил таких в мире не одна. И вот эти сатанисты, они еще не владеют всем миром. Они еще не владеют всем. Потому что пока существуют религии, на которых держатся народы, а на народах держатся страны, они не могут иметь власть над всем. Вот пока есть вот эти духовные центры, которые объединяют целые цивилизации. Потому что деньгами это не купишь. Деньги они не... Вот это все глупость, когда говорят, что деньги главнее всего. Не главнее всего деньги. Деньги – это просто инструмент. Собирают народы, собирают страны, собирают огромные богатства, идеи и культуры, построенные на религиозном мировоззрении. На том, кто такой человек и как устроен мир. Вот это основа всего, которая собирает огромные цивилизации, огромные культуры. А уже эти культуры зарабатывают деньги. Да, через деньги влияют, через оружие влияют, через голод, через... Но в основе всего лежит мировоззрение. Он – Афганистан. Пожалуйста, Афганистан. Как его только не подкупали, как его не завоевывали, что там только не делали. Он остается Афганистаном, выбивает всех. Вот, кстати, пользуясь случаем, скажу. У меня вот эта номинация «Народная ТВ» по поводу «Как вот идет и не идет». Один из номинантов на премию «Народного ТВ», кого бы хотел номинировать, это такой Денис. Канал у него называется... Называется... Что ж такое вылетело? Мир... Прошу прощения. Вот вылип, простое название. Вот. За серию его фильмов об Афганистане. Никто лучше про Афганистан, с моей точки зрения, не снял. Ну и пишут подписчики ему в комментариях. Великолепная серия фильмов про Афганистан. У него ни один фильм, длинные ролики. Он там ходит по рынкам, едет в провинции, рассказывает о талибах. С ним гид, Афганистан, который учился у нас и жил на Украине. Прекрасно по-русски говорит. Вот. Там вообще подписчики в него влюбились. И я ему написал, что вот я хочу вас номинировать на нумерацию «Народное ТВ». 10 тысяч вам приготовлено с предыдущих сборов. Вот. И он меня забанил сразу в телеграме. Письмо моё получил по электронной почте. Вот. И не ответил на два моих письма. И в телеграме меня забанил. То есть он, видимо, не поверил. Или решил, что я хочу на его подписчиках, там, у него канал больше там нажиться. Хотя, опять же говорю, я на своём канале про него хочу рассказать. На своём. Он может ничего на своём не показывать. Вот. И если какие сборы и будут подписчиков, то это от моих подписчиков, которые вместо того, чтобы там мне присылать перевод, вышлют ему. Вот это реально так. Потому что как только я собираю деньги вот на какую-то номинацию или на что-то, количество переводов мне лично, оно падает. Ну, это нормально. Люди же не могут это. Но я просто как бы, ну, машу рукой, мне всё равно там не так много присылают. Хотя есть отдельные люди, которые прямо вот с Камчатки. Товарищ прямо, ну, вот, огромную благодарность. Вот. Ну, это отдельно надо про это всё снимать. Вот по поводу того, как идёт номинация «Народное ТВ». Ну, да, видимо, он подумал, что вы, может быть, засланы в какой-то... Ну, не поверил, да. Не поверил, не поверил, да, не поверил. Мошенник какой-то, да. Вот. Потому что трудно эту номинацию раскручивать. С другими людьми говорил, там, списался с Пашей Кухаркиным, такой украинец, да. Но я ему про номинацию ничего не сказал. Вроде договорились, он сказал, ну, да, можем поговорить. Я хотел с ним разговор записать. Вот. И тоже перестал отвечать. То есть Пишо он сначала раз отложил, потом два отложил разговор. Я хотел его номинировать на премию «Народного ТВ» за серию его фильмов о чемпионате мира 2014 года. Тогда это было просто явлением. Все его смотрели. Тогда же вообще наш чемпионат мира поливали грязью, особенно на Украине. Там куча фейков была. Это после Майдана все было. И приехал человек с Украины и снял как есть. Вот смотрите. Вот Саранск, вот Нижний Новгород, вот Москва, вот Петербург, вот болельщики, вот как все происходит. Унитаза на месте, все есть. Да. Да, это была великолепная серия репортажей, великолепная. Ну, я посчитал нужным, что вот это действительно пример «Народного ТВ». Человек приехал, снял и только на YouTube это показал. На YouTube. Ну, понятно. Давайте тогда, Федор, на этом заканчивать. Да, мы уже долго сделали. Мне еще надо побежать, пока день, пока у нас день, надо сбегать и поделать еще кучу дел. Хорошо. Я останавливаю запись. Да. Субтитры сделал DimaTorzok